Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте! Это новости на АТВ в студии Анна Зуева и коротко о некоторых темах выпуска. Дорога будет, будут снежные накаты, а на перевалах даже заносы. Осторожно, циклон! На Бурятию надвигаются метели и штормовой ветер. Во всех остановках мешает, на Леваке особенно. АТВ и ОНФ провели рейд по остановочным карманам. Почему там паркуются совсем не те, кто должен? Я спойню 10 песен, и еще будут музыканты, инструменталы. Этнопевица Дашима Сактоева выступит с сольным концертом после длительного перерыва. Снежные накаты и гололедица. На Бурятию надвигаются метели и штормовой ветер. Погода в столице начнет ухудшаться уже сегодня. По прогнозам специалистов, температура понизится на 10 и более градусов. По юго-западу и крайнему северу столбики термометра опустятся даже ниже минуса 30. Также циклон принесет ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Завтра у нас будет ветреный, такая неустойчивая погода ночью. В большинстве районов пройдет снег. Кое-где по южной половине пройдут сильные снегопады. В Улан-Удэ пройдет хороший снег. Поэтому, конечно, для автолюбителей и другим хотелось бы предупредить, что на автодорогах будут снежные накаты, а на перевалах даже заносы. В Иркутске зима уже началась. На дорогах работают 105 единиц уборочной техники. Как справятся службы нашего города, станет понятно в ближайшее время. Снег уже идет в Акинском и Тункинском районах, а также по Прибайкалью. МЧС Бурятии призывает соблюдать меры безопасности, не оставлять без присмотра детей и пожилых людей. Особенно внимательными следует быть пешеходам и водителям автомобилей, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Автолюбители Улан-Удэ лезут не в те карманы. Практически все остановки города, куда могут заезжать только водители автобусов, забиты машинами водителей, которые к перевозкам не имеют никакого отношения. Из-за этого пассажиры общественного транспорта вынуждены рисковать жизнью, выходя прямо на проезжую часть. Наша съемочная группа вместе с активистами Общероссийского народного фронта вышла в рейд и проверила некоторые остановки. Что из этого вышло, смотрите далее. 40-й автобус еле поместился в карман. Владелец Тойоты Камри припарковался в самом центре остановки милиция. Если представить, что таких водителей хотя бы 4 или 5, то высаживать пассажиров пришлось бы прямо на проезжую часть. У всех остановка мешает, на алливаторе особенно. А где больше всего такие проблемы? На алливаторе, мне кажется. За примером не обязательно выезжать даже в центр города. Для наглядности подойдет карман и в 20-м квартале. Здравствуйте. Знаете, что здесь остановочный карман? А где я должен в магазин ходить? Водителей в Улан-Удэ не волнуют ни знаки, ни солидарность к маршрутчикам. Вместе с общественниками и сотрудникам ГИБДД пришлось прогнать около пяти автомобилистов за пять минут. Некоторые улепят его лесами. Но тут скорее не совесть проснулась, а смутились при виде погон и камеры. Здесь проблема, во-первых, города, который должен предусматривать парковочные места при вводе в эксплуатацию объектов. И, во-вторых, это личная ответственность водителя, что остановка – это все-таки остановка, которая предназначена для посадки и выставки пассажиров. Мы находимся на остановке «Рынок Крестьянский». Сегодня в 11 утра здесь практически нет машин. Хочется верить, что тут так всегда. Но фотографии, которые у нас имеются, говорят об обратном. Ехал мимо, увидел, что паркуется на автобусных остановках личный транспорт. Сфотографировал. Это было в сентябре. И так здесь постоянно? Да, ежедневно. Постоянно, каждый день, особенно на выходные дни. На выходные дни они оставляют на сколько часов? Ну, я за ними сильно не наблюдала, но бывает и на полчаса. Видимо, дошло аж до того, что маршрутчики по привычке высаживают пассажиров на проезжую часть. А водителям порой не хватает парковки даже на 100 метров вперед. Чего уж говорить о местах, где они и вовсе не предусмотрены. Но то, что городские власти не озадачились проблемой стоянок, ничуть не отменяет элементарных правил этикета для автомобилистов. Хотелось бы обратиться ко всем участникам дорожного движения, как водителям, так и пассажирам. Будьте взаимовежливыми на дороге. То есть это и водители легкового транспорта, и пассажирского, а также пассажиры, чтобы не выходили на проезжую часть. Сегодня нарушители отделались с легким испугом. Вместо положенного штрафа до полутора тысяч рублей водителей наказали устным предупреждением. Но всех кроме одного. То есть самые Тойоты Камри, владельцу которой адресуют письмо счастья. Будамунхоев, Николай Долбаев, телекомпания АТВ. Когда и где появятся парковки, платными или бесплатными они будут? Как чиновники реагируют на рейды общественников? Об этом мы поговорим во второй части выпуска с координатором проекта «Карта убитых дорог» Максимом Кириенко. А пока к другим темам. С Байкал-курорта взыскивают долг 18 миллионов рублей. Крупную сумму известная здравница должна налоговой инспекции. Исковое заявление в арбитражный суд подписала руководитель Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер один Ирина Ломожапова. 9 ноября 2018 года в арбитражный суд Республики Борятия поступило исковое заявление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер два Республики Борятия о взыскании задолженности по обязательным платежам. В течение пяти рабочих дней будет принято решение о принятии искового заявления к производству. Ранее у Байкал-курорта уже были подобные проблемы. Из-за больших долгов его отключали от электроснабжения, а сотрудникам курорта по полгода не платили зарплату. Тотальный контроль на дорогах Бурятии. Республика находится в лидерах по количеству дорожных камер. Видеонаблюдение установили даже на всех вагонах трамваев. Так ли это необходимо, выяснял Илья Балханов. Всевидящее око дорожной камеры. И от него никуда не деться. Многострадальный элеватор. Здесь водители зачастую останавливаются за стоп-линией на красный свет и вынуждены. Так по какому же принципу приходит автомобилистам письма счастья? Если он на красный сигнал светофора заехал, то в данном случае фиксируется нарушение. За стоп-линией? Да. А если он ехал на зеленый сигнал светофора, то в данном случае не фиксируется. Он начал движение на зеленый сигнал светофора. Если камера все же зафиксировала автомобиль, но вы думаете, что начали движение на зеленый, всегда можно обжаловать штраф. Всего же с начала этого года в объектив камеры попало 240 тысяч нарушений по всей республике. Из них ровно половина – это несоблюдение скоростного режима. По всей Бурятии установлено 183 комплекса фото-видеофиксации, из которых 28 передвижных и 155 стационарных. На столицу республики приходится 73 камеры. Но на этом слежка за нарушителями не заканчивается. Уже как год в Улан-Удэ ездят десятки камер, о которых многие и не подозревают. Трамваи теперь как ревизоры на дорогах города. Мониторинг этой системы видеонаблюдения ведется постоянно. То есть ежедневно снимается информация с вагонов, где были выявлены нарушения другими участниками дорожного движения. Эта информация передается в МВД. Камеры на трамваях – это не прихоть, а необходимость. Зачастую водители от незнания правил или от невнимательности не замечают даже вагоны. Это получается у нас развязка 20-я квартал. Круговое движение. Вагон находится на главной дороге. И вот он выезжает с кольца на второстепенную дорогу. И такие камеры установлены на всех 60 вагонах трампарка. Плюс ко всему по две камеры в салонах – в начале вагона и в конце – для безопасности пассажиров. С их помощью раскрыли не одно преступление. Право нарушений именно в сфере карманных краж, еще каких-то таких нарушений, которые необходимо раскрыть по горячим следам. Вся информация оперативно передается органам МВД, где и происходит расследование. Что же в сухом остатке? Бурятия в лидерах по числу дорожных камер. Отсюда заметно снизилось количество ДТП, да и в принципе культура вождения заметно прибавила. С другой стороны, водители негодуют от того, что штрафы постоянно растут. Чего не скажешь о зарплатах. Только с начала года автомобилисты пополнили казну республики на 135 миллионов рублей. Но в любом случае аккуратность на дорогах еще никому не мешала. Илья Балханов, Федор Моденов, Аркадий Амбуев, телекомпания АТВ. У компании «Улан-Удээнерго» меняется собственник. Бурятская сетевая компания, вероятно, перейдет в руки МРСК «Сибири». Ранее телеканал АТВ уже сообщал о возможной продаже. И генеральный директор «Улан-Удээнерго» не отрицал подобной сделки. Не исключаю, что такие переговоры, возможно, велись. Но сказать однозначно я не могу. Состоялось совещание со всеми тремя компаниями. Это МРСК «Сибири», «Читай, энергосбыт и Улан-Удээнерго». Мы договорились, что все три компании мы сохраним на рынке электроэнергетики республики. То есть задача кого-то уничтожить, поглотить такой задачи не стоит. Накануне по этому вопросу высказался глава Бурятии. По словам Алексея Циденова, такая сделка вряд ли отразится на тарифе. Увеличение тарифа, я думаю, что вряд ли это приведет. Потому что у нас та же сетевая составляющая, она из двух частей состоит. Это МРСК «Сибири», это магистральная сеть и территориальная сетевая организация «ПСО». То есть это уже в последние милии. И если это все в одних руках, то это уже меньше, чем в двух разных. Добавлю, у Улан-Удээнерго есть дебиторская задолженность более 1 миллиарда рублей. Большую часть этих денег сетевики должны вернуть именно МРСК «Сибири». Возможно, столь громадный долг стал основной причиной продажи и зачтется при совершении сделки. Бизнесмены Бурятии повышают квалификацию. В столице республики запустили образовательную программу «Мой бизнес-акселератор». Как открыть свое дело, сделать его прибыльным и процветающим? Об этом рассказывают успешные бизнесмены, эксперты из Москвы и спикеры из инновационного центра «Сколково». Подробности далее. В последнее время у меня возникло желание, что мне нужно учиться чему-то новому. Получать новые знания, развиваться самим и развивать экономику региона – вот цель бизнес-сообщества Бурятии. Это желание поддерживают Министерство промышленности и торговли республики и Фонд поддержки предпринимательства. И регулярно проводят обучение для своих подопечных. «Мой бизнес-акселератор» – по-настоящему насыщенная образовательная программа для предпринимателей с непросто мотивирующими тренингами. Лекции и практические занятия проводят реальные бизнесмены – спикеры из Москвы, Иркутска, Казахстана, а также представители «Сколково» и деловой среды Сбербанка. Знаниями поделился и министр по инвестициям Бурятии Антон Виноградов. Неудивительно, что курс собрал больше трех сотен человек, при этом большинство с действующим бизнесом. Все равно что-то новое я для себя услышал, потому что когда информационно ты здесь присутствуешь на тренингах, это вот для себя заметило, что ты получаешь какую-то новую информацию. Но это, конечно, в первую очередь нужно все это аккумулировать себе и принимать. Это я понимаю, что нужно принимать в производстве, принимать в бизнесе и делать какие-то шаги. Мы не будем выходить с огромной мотивацией и кричать, что вот мы все предприниматели. Это поэтапное получение знаний. Мы эти знания потом контролируем, делаем своего рода срезы знаний. Ближайший срез знаний будет в конце следующей недели. Ребята будут делать публичные выступления, делать расчеты своих компаний и уже конкретно объединяться в группы по отраслям. Еще одна цель организаторов – объединить людей со схожими идеями и направлениями. Возможно, многие из них станут партнерами. Не пройдут уроки даром и для тех, кто только начинает свой путь. Возможно, обанкротившихся будет меньше компаний. Потому что часто ошибки у начинающих предпринимателей как раз в этом – непонимание, что кому продавать. Это, по сути, методология, которая позволяет лучше понять своего клиента. Лекции очень полезные. И каждый раз приходишь и записываешь, каждый раз что-то новое для себя узнаешь. Чтобы потом, в дальнейшем, когда при открытии своего бизнеса, не сделать каких-то подобных ошибок. Обучение продолжится до 15 марта и будет разбито на несколько частей. Впереди у участников очный этап и финал первой части. Затем начнется подготовка проектов к Федеральным и Международным инвестиционным фондам. Аюна Чертарова, Николай Дулубаев, телекомпания АТВ. Покупай в Абсолюте выгодно. Акция 1 плюс 1. Возьми кофе Якобс и молоко простоквашено. Оплати только за кофе. Абсолют – гарант низких цен. Сегодня вам удалось побеседовать с водителями. Что они вам отвечали? Мы разговаривали с водителями, спрашивали у них, знают ли они, что они нарушают правила дорожного движения. Почему они это делают? Ну и нам отвечают, что тут паркуются все. И кто-то нам сказал, что я просто не обратил внимания, что здесь остановка. Потому что тут припаркованы машины, и я тоже припарковался. Кто-то нам говорит, что я на минутку забежать в магазин. У кого-то есть уважительные причины – посадка, высадка пассажира. Это допускается. Но по большей части людям просто негде больше припарковаться. Они вынуждены останавливаться там, где есть на их взгляд свободное место. А как вы считаете, при нынешней застройке Улан-Удэ, современной, можно ли где-то создать парковки? Ведь уже территория застроена, проложена инфраструктура, все везде занято. Где чиновникам взять и построить эти самые парковки? Где найти место, территорию? Мне кажется, сейчас их уже очень сложно построить где-то в центре. То есть, если говорить речь о сотых микрорайонах, то там, конечно, можно предусмотреть. Но как сейчас властям создать парковочные места для автолюбителей? Я считаю, что еще не все потеряно. Еще есть места, где можно разместить парковки. И необходимо, во-первых, учитывать опыт прошлого, во-вторых, смотреть прицелом на будущее. Не допускать строительства торговых центров, либо других общественных объектов без своевременного размещения парковок на необходимое количество автомобилей. А вот эти парковки, которые должны строить чиновники, они должны быть платными или бесплатными? Как вы считаете? Я считаю, что если речь идет о парковках, построенных за счет бюджета, то они должны быть бесплатными. Если привлекается инвестор в рамках государственно-частного партнерства, либо целиком за счет средств предпринимателя, тогда уже, ну, смотря на предпринимателя. Мне очень нравится формат, когда первых несколько часов парковки бесплатно, а потом уже начинается оплата. Как вы считаете, у Лануденса готовы? Они созрели для того, чтобы платить за парковку? Или все-таки наши жители еще не готовы к тому, чтобы оплачивать какую-то сумму за парковку? И вообще, какой должна быть цена парковки за час, скажем, примерно? Я считаю, что большая часть автомобилистов у Ланде, она все-таки еще не готова платить. Но, скажем, на мой взгляд, по тем ощущениям, что сейчас складывается процентов 30 автомобилистов, они уже готовы заплатить за парковку, которая будет безопасна, которая будет в непосредственной близости от торгового центра. И цена, как мне кажется, первых два часа должна быть бесплатной, а потом уже не более 50 рублей в час, либо, условно говоря, 200 рублей за 12 часов. Максим, я предлагаю более подробно поговорить о вам в программе «Актуальная тема». А мы продолжаем выпуск. Специалисты Забайкал-Пош-Спаса вызвали ли собаку, которая вмерзла в лед на озере Кенон? Это в Забайкальском крае. Задние лапы и хвост пса примерзли, самостоятельно он выбраться не мог. Животное заметили во время патрулирования озера на воздушной подушке. Пес долго лежал в одной позе и не двигался. Сколько времени собака провела во льду, неизвестно. Вот такая история у нас приключилась. Пока мы тут тренировались, заметили, что собака провалилась и примерзла ко льду. Спасатели отдолбили лед, достали собаку и укутали ее в спасательный жилет. Сейчас пес в полном порядке. Животное согрели и накормили. Никаких подробностей о том, кто хозяин собаки и как она оказалась посередине озера, нет. В Улан-Удэ состоялся первый семейный фестиваль Метрофэмили. На фестивале выступили звезды бурятской эстрады, детские танцевальные коллективы, работали аниматоры и фокусники. Пока дети веселились и участвовали в мастер-классах, родители искали интересные курсы для ребенка. Свои услуги представили образовательные и репетиторские центры, творческие студии и спортивные секции. Будамон Хоев продолжит тему. Хочешь посоревноваться со мной, у кого из нас лучший рисунок получится? Давай попробуем. Девятилетняя Арина, в отличие от меня, уже овладела искусством монотипии. Это техника рисования, которая не требует особого мастерства. Ее уникальность в том, что нарисовать под копирку или вывести идеально точное изображение практически невозможно. Вот как это выглядит пока. Должно что-то стучиться и получиться что-то очень крутое. Слово «монотипия» греческое и переводится как «один отпечаток». Такую технику в Улан-Удэ практикует образовательный центр «Тьютор». Это не только весело и напоминает игру, но и развивает у детей фантазию и все, что связано с творчеством. Вот что получилось у меня и у девятилетней Арины. Решайте сами, у кого работа лучше. Пишите в комментариях, в соцсетях, если вы смотрите это видео. Где-нибудь в Инстаграме, в Ютубе, ВКонтакте, в Фейсбуке. Оставим выбор за вами. «Монотипия» – лишь одна из немногих услуг образовательного центра «Тьютор». Курсы есть для разных возрастов детей, начиная с трех лет и заканчивая окончанием школы. Если говорить о маленьких детях, это курсы раннего развития, предшкола и подготовка к школе. Когда дети уже переходят в старшие классы, конечно же, основной акцент – это на подготовку к ОГЭ, к ЕГЭ. Этот столик – своего рода демо-версия «Тьютора». По соседству от них еще с десяток схожих услуг для детей и их родителей. Например, образовательный центр «Дружок» завлекает ребятню логическими задачами. Их специализация – это семейное образование. В сентябре месяце мы получили результаты международного уровня. Наши девочки прошли первую ступень оксфордовского по английскому языку экзамена и готовятся сейчас уже на вторую ступень. Внушительно, не правда ли? Это при том, что ученики ходят на уроки всего четыре раза в неделю. Пятница для воспитанников «Дружка» – это день кружков и секций. Что немаловажно, здесь всего одна смена, а в классах до десяти детей. Недавно центр расширился, поэтому есть свободные места в первом классе. В общем, «Дружок» представляет одну из самых уникальных методик обучения для нашего города. Узнать о таких школах можно на семейном празднике «Метро Фэмили». Сюда забрали почти все крупные образовательные центры города. Вдобавок розыгрыши призов и развлекательная программа. И еще один приятный бонус – это бесплатная медицинская диагностика. Надо было побольше для детей таких мероприятий. Мы идти случайно в интернете посмотрели, сразу же оделись, сюда приехали. Мероприятия мне очень нравятся, все для детей делали очень хорошо. Поучаствовали в шоу «Мыльных пузырей». Также порисовали на песке, все, спасибо. Тема семьи всегда была актуальна. И поэтому мы решили, чтобы в выходной, в субботний вечер, хорошо провести время, а семья придет и получит массу удовольствия и хорошие эмоции. Отмечу, что один из счастливчиков розыгрыша «Метро Фэмили» получил айфон. Следующим летом обещают еще один такой же праздник, но уже на открытом воздухе. Отдохнуть в семье или попытать удачи сможет абсолютно каждый. Мудаман Хойф, Аркадий Амбуев, телекомпания АТВ. 14 ноября солистка бурятской филармонии «Золотой голос Сибири» Дешима Сактоева выступит с сольным концертом. Программа концерта навеяна воспоминаниями певицы о детстве, ее любви к дому и родителям. Именно они привели Дешиме любовь к музыке и пению, напевая и разучивая вместе с ней бурятские народные мелодии. Многие из тех песен вошли в программу первого отделения концерта. Солистка исполнит их под аккомпанемент музыкантов под руководством маринхуриста Дмитрия Аюрова. Я исполню 10 песен, и еще будут музыканты, инструменталы. Музыканты будут Дмитрий Аюров, Маринхор, Рдем Дембрилов, Маринхор, и Замдан Шайдуков, Маринхор. На йошине играет Ариона Будаева. И мы специально пригласили для нашего концерта из Монголии их хоршин. Это как бас, большой хор. А второе отделение порадует слушателей новым звучанием песен бурятских и монгольских композиторов в современной обработке. В концерте также примут участие известная бурятская певица Бадма Ханда Аюшеева и солист театра Байкал Бутидэй Дандоксирен. Этнопевица Дашима Сактоева ждет поклонников своего творчества в 18.30. Театр Байкал также готовит для своих поклонников большое выступление. Артисты впервые после гастролей в Монголию представят спектакль-легенду «Эхо страны» Баргуджин Тукум. Спектакли дадут 14 и 15 ноября на сцене русского драм-театра. Там же будет представлена новая исполнительница главной роли актриса Байрма Бабоева. На этом у меня все. Еще больше новостей есть на нашем официальном сайте и на страничках телекомпании в соцсетях. Далее вас ждет рубрика «Двигатель торговли», а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Могут ли покупки быть выгодными? Конечно. В этом убедились клиенты торговой группы «Абсолют». С 1 по 30 сентября компания проводила акцию «Улыбнись удачи», где разыгрывались денежные сертификаты номиналом 100 тысяч рублей. Чтобы стать участником, нужно было всего лишь купить продукцию торговой марки «Сплат». К примеру, Надежда купила зубную пасту для внука. Между прочим, она всегда выбирает именно этот магазин. За что вы любите «Абсолют»? За то, что низкие цены в «Абсолюте». Огромный ассортимент, но и хорошее обслуживание. Обладателями сертификата стали четыре счастливчика. Я увидела трансляцию в инстаграме, что был розыгрыш. И оттуда как бы это узнала. Была радость, конечно, очень сильная. Ну, вот так. Вы уже знаете, куда деньги потратить? Пока еще нет. Ну, наверное, конечно, сейчас перед Новым годом очень хорошо это поможет. Огромное спасибо торговой группе «Абсолют», что вы делаете такие замечательные розыгрыши. В дальнейшем процветание «Абсолюту». А покупателям – везение и удачных покупок. На этом розыгрыши от торговой группы «Абсолют» не заканчиваются, поэтому испытать свою удачу может каждый. На данный момент во всех магазинах торговой группы «Абсолют» проходит акция «Снегоход на Новый год». Необходимо приобрести товары от компании «Пасим» и «Проктер энд Гэмбл» и будете участвовать в акции. Разыгрываются снегоходы и сертификаты на спорттовары. Покупайте в «Абсолюте». Покупай в «Абсолюте» выгодно. Молоко «Край родимый» со скидкой 20%. Всего 46 рублей 99 копеек. «Абсолют» – гарант низких цен. Торопитесь! «Барис» – уникальная акция «Надо брать». Скидки на порошки «Тай» – 42%. На бритвенные станки «Джилет» – 25%. С 1 по 30 ноября. «Барис» – «Надо брать». Речи человека нарушена. У него перекошено лицо. Он не может поднять руку или ногу. Это инсульт. Что делать? Незамедлительно вызвать скорую. 0-3 или 103. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти. Действовать нужно быстро. Знание симптомов спасает жизнь. Республиканский центр медицинской профилактики Минздрава Бурятии. Давит, болит, жжет в груди. Боль отдает в левую руку, шею или между лопаток. Одышка и холодный пот – это инфаркт. Нужно срочно вызвать скорую 0-3 или 103. Человеку придать сидячее положение и освободить от сдавливающей одежды и ремня. Обеспечить приток свежего воздуха. Знание симптомов спасает жизнь. Республиканский центр медицинской профилактики Минздрава Бурятии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова